ВЕРТОЛЁТ Итак, Михаил Леонтьевич, мой первый вопрос сразу про вертолёты. Как вы думаете, а почему в самом начале эта идея не пользовалась популярностью? Ну, это долгий разговор. В 30-е годы геликоптеры держались на энтузиастах Камов, Сикорской, конечно. Миль? Да. А я что, рыжий, что ли? Красавица какая. Танечка. Нравится? Не то слово. Давайте знакомиться. Камов Николай Ильич. Михаил Миль. Очень приятно. Вот. Я понял, как увеличить скорость автожир. И сам до этого дошёл? Честно говоря, сама идея французов, ну вот, разработка лопастей полностью моя. Но вы понимаете, сама идея была очень интересная. От винта! Очень короткий разгон. Возможность приземления практически на любую площадку. Так, конечно, на любую. Практически на любую. 605 метров, Алексей Михайлович. Вы побили мировой рекорд 33 раза. Как думаешь, есть будущего вертолёта? Вертолёт? Смешное название. Вертится и летает. Всё верно, Михаил. А это вот Николай Ильич придумал. В условиях реального боя не всегда есть возможность найти площадку для взлёта и посадки. Поэтому нужна новая авиация. Без аэродрома. Надо начать разрабатывать новую машину, которая сможет садиться и взлетать вертикально. С любой площадки. Так и появился Ми-1, который открыл новую страницу в истории авиации. Он падает! Опять! Твоя работа сейчас — это исправить ошибку. Ты слышишь меня? Сможем ли мы построить наш военный вертолёт за один год? Что вы скажете, товарищ Милл? Думаю, можно попробовать. Ты же знаешь, что год это мало. Ну что, брат, скрой. По зубам нам эта машина. Финансирование армии сокращено. Твои вертолёты? Подожди. Нет, не подожди. Наши вертолёты перевозят пассажиров, помогают геологам, нефтедобытчикам, врачам, военам. И всё это благодаря вам. Только вы можете сделать то, чего не может никто на всей планете. Я выходила замуж за человека, который верил в свою мечту. И который готов был ради этой мечты горы свернуть. И люди поверили им. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok